всем привет меня зовут максим олегович и сегодня мы будем разбирать 17 экономическую задачу из егэ 2015 года давайте посмотрим на условия итак 15 января планируется взять кредит в банке на 11 месяцев условия его возврат таковы 1 числа каждого месяца долг возрастает на y процентов по сравнению с долгом на конец предыдущего месяца да то есть человек взял какую-то сумму а месяц был должен ее а вот уже первое число следующего месяца должен больше потому что банк увеличил его долг на y процентов далее как раз после этого увеличения со 2 по 14 число каждого месяца необходимо выплатить часть долга виде платежа банку все понятно человек приходит банк и вносит какой-то платеж 15 числа то есть сразу после внесения платежа каждого месяца долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на 15 число предыдущего месяца то есть именно долг должен быть на одну и ту же сумму меньше то есть там не говорят что платежи одинаковые а именно долг на одну и ту же сумму меньше я уже в своих видео рассказывал что это явный признак того что платежи будут дифференцированные то есть что долг будет уменьшаться каждый раз на одну и ту же сумму ну и известно что общая сумма выплат по кредиту превысила сумму кредита на 30 процентов нужно найти y то есть y процентов то есть то количество процентов на которое банк в конце каждого месяца увеличивал текущий долг клиента ну и давайте кратко зарезюмируем наши условия ну значит вот я кратко зарезюмировал условия значит а сумма кредита y процентов месяц на 11 месяцев и словами записал что общая сумма выплат больше а то есть первоначальная сумма кредита на 30 процентов нужно найти значит сколько процентов в месяц нам начали банк ну и соответственно вот сделал макет таблички значит давайте заполнять я уже показывал да как это делать в дифференцированном платеже мы поняли что платежи дифференцированы и значит кредит на 11 месяцев и начальная сумма а значит именно долг будет гаситься каждый раз равными частями значит 1 11 а вот понятно да а делим на 11 получаем одну одиннадцатую а значит именно долг будет всегда выплачиваться по 1 11 1 11 а 1 11 а то здесь все одинаково 1 11 а вот в конце тоже 1 11 а но это только часть платежа потому что в каждом платеже у нас помимо вот этой составляющей которая гасит долг есть проценты до который мы выплачиваем банку ну значит поехали мы пришли в первый раз в банк и что мы увидели значит банк дам начислил проценты на сумму а потому что мы до этого взяли сумму а и еще не носили никаких платежей начислил y процентов значит сколько это в рублях 0 0 0 1 y умножить на а правильно вот столько процентов мы заплатили и потом пошли погасили часть долга то есть одну одиннадцатую а когда мы погасили одну одиннадцатую а наш долг стал составлять 10 11 а то есть а минус 1 11 и уже в следующем году проценты начислялись не на сумму а она 10 11 а значит когда мы пришли во второй раз мы вот столько процентов заплатили 0 целых 1 100 y умножить на 10 11 а ну и дальше то же самое в следующем 1 100 y умножить на 9 11 а и так будет 10 11 9 11 8 11 ну и в одиннадцатый месяц мы заплатим 0 целых 1 100 y умножить на одну одиннадцатую а вот собственно и все чтобы посчитать общую сумму выплат нам нужно сложить все что есть в этом столбике здесь сумма очевидно будет равна а если все сложить ну потому что один слагаемых по 1 11 а ну и нужно сложить все проценты и прибавить вот к этому это будет общая сумма выплат и она на 30 процентов больше чем а значит она равна 1 целой 3 десятым а то есть понятно это больше а на 30 процентов значит равно 1 целых три десятых а ну соответственно можно из обоих частей вычесть а получится что сумма процентов равна 0 целых три десятых а осталось только посчитать сумму процентов нужно сложить все что есть в этом столбике так ну давайте посмотрим значит это плюс это плюс это да вынесем общий множитель за скобку какой можно общий множитель вынести за скобку можно вынести одну сотую y на а давайте посмотрим что останется в скобках значит от этого слагаемого осталось единица от следующего слагаемого 10 11 от следующего 9 11 и так далее до 1 11 и это равно 0 целых 3 десятых а значит а давайте сократим слева и справа потому что это какое-то положительное число не равна 0 на него можно левую правую часть сократить мы ничего не потеряем ну и единственная проблема как посчитать вот все вот это что у нас есть в этой скобке ну первый способ вы можете всегда если вы боитесь что вы как-то неправильно примените формулу суммы арифметической прогрессии вы можете просто тупо реально выписать 11 это не так много и прям ручками посчитать вы точно получите верный ответ ну я так делать не буду значит я посчитаю вот этот кусок следующим образом здесь у меня 10 слагаемых это арифметическая прогрессия соответственно как я считаю сумма арифметической прогрессии это первый член 1 11 плюс последний член 10 11 делить на 2 и умножить на количество на 10 вот очень прост значит соответственно 1 11 плюс 10 11 это 11 11 единица и 1 2 на 10 это 5 вот получается что так я давать еще на 100 домножим сразу у меня будет игрек умножить на 6 равно 30 следовательно игрек равен 5 все ответ в нашей задачи 5 то есть 5 процентов в месяц это была ставка по данному кредит то есть банк кажется в конце каждого месяца увеличивал наш текущий долг на 5 процентов да значит еще раз какие сложности могут быть в этой задаче ну во первых нужно внимательно прочитать условия и зарезюмировать его затем нужно грамотно заполнить табличку но в данном случае все стандартно здесь долг уменьшается равномерно везде 1 11 а 1 11 потому что на 11 месяцев здесь исключительно проценты сначала проценты 0 целых 1 100 y на а потом на 10 11 а потому что 1 11 выплатили и так далее по закономерности пишем первый последний месяц выписываем всю сумму приравниваем к 1 3 десятых а да и самая большая сложность в этой скобке еще раз говорю даже если будет 20 слагаемых и вы не уверены в формуле запишите в строчку потратите 10 минут нормально посчитать получите верный ответ и получите 3 балла за эту задачу ну или воспользуйтесь формы суммы арифметической прогрессии 1 плюс последний на 1 2 и умножить на количество всего 10 11 членов не стал брать потому что 11 член единичка очень хорошая взял 10 и отдельно плюс 1 ну собственно всё хочу когда будет смотреть видео а можете в описании посмотреть быть так же написано еще раз условит данной задачи и так же будет ссылка на цель -деходовый нот где также есть условия этой задачи и подробное решение с более широкой таблицей потому что я взял в таблицу только де долг гасится и проценты выплачиваются решения на нашем сайте есть табличка где еще долг до начисления процентов долг последние процентов очень полезно чтобы максимально понимать весь процесс данной схемы платежей да еще раз схема платежей было дифференцировано все всем пока